Давайте разберемся, что из себя представляет визуализация и как мы ее используем. Значит, прежде всего, визуализация это, как вы понимаете, в 3D Max, это создание некой сцены чего-то, чего еще в реальной жизни не существует. Но в данном случае, например, вот ремонт. То есть, вот есть покупатель квартиры, он покупает квартиру в бетоне и планирует здесь делать ремонт. Сейчас его задача определиться, где у него что будет стоять. Вот у него очень маленькая кухня, и он думает, как на этой кухне поместиться, куда ему поставить плиту, например, на какую высоту и какие повесить шкафчики, холодильник и так далее. Ну, то есть, можно это схематично обозначить на плане, конечно. Можно попытаться в архикаде это все собрать. Можно, как бы, может быть, кому-то даже вот таких вот изображений будет достаточно. То есть, в принципе, вот он посмотрел, ну и для себя уже определяет, будет, ну, будет здесь вот у него стоять телевизор или не будет, да. Получится, то есть, вот диван, например, он выбрал себе где-нибудь в Хофф, например, или в Икеа, или еще где-нибудь, и думает, вот поставить его сюда, или может быть он тут займет слишком много места и так далее. То есть, кому-то, может быть, и таких изображений будет достаточно, да, для своей квартиры. Хотя потом в реальной жизни он сделает ремонт и поймет, что, блин, ну, что это за отстой такой получился вообще, фу, блин, придется переделывать все. Сколько раз у многих было такое, что ходили, выбирали по магазинам какие-нибудь там обои, в итоге, когда сделали ремонт, у них получился какой-то отстой, да. Ну, и понятно, что свеженький ремонт, будешь на него лояльно смотреть, но с визуализацией, конечно, получилось бы все гораздо круче и гораздо все лучше смотрелось бы. Вот, короче, к чему я все это веду? К тому, что можно было бы, в принципе, эту визуализацию сделать совершенно спокойно в каком-нибудь, ну, попытаться в архикаде, например, и так далее. Но фишка 3D Max заключается в том, что вот эту всю красоту мы можем очень быстро сделать. То есть мы вот прямо берем из Explorer, закидываем сюда модели и расставляем их туда, куда надо. И вот здесь вот в 3D Max они, может быть, смотрятся вот, ну, как-то не очень презентабельно, да, внутри. Но если мы расставим правильно камеры там, где надо, и настроим правильно рендер, то у нас получится вот такие вот изображения. Такие вот, давайте посмотрим, какие. Я сейчас сделаю картинку поменьше, чтобы вам было видно все. И давайте отсчитаем, посмотрим, что получается. Поехали. Ну что ж, мы видим, что картинка практически. Готово, то есть сбор картинки, сбор этой сцены вот из буквально вот, ну, что я сделал. То есть самое главное было смоделить вот этот вот интерьерный объем. Дальше проходимся по базе с моделями. Я просто отмечаю для себя, какие модели я планирую сюда закидывать и как их изменять. Вот, закидывание этих моделей заняло приблизительно полчаса и рендер, сейчас посмотрим, сколько, рендер 6 минут 42 секунды. Ну, вот вам, пожалуйста, фотоистичное изображение. Соответственно, то есть, грубо говоря, что вот, если вы себе квартиру, например, планировали бы делать или вы планируете там работать профессиональным визуализатором и частные заказчики могут для вас быть интересны, то, в принципе, вот, если вы владеете этой технологией, то за 20 минут вы собираете вот такой вот интерьер и еще за 5-10 минут вы рендерите картинку. Если знаете, как это все делать, если не знаете, понятное дело, что у вас это займет очень много времени. Если знаете, то фактически вы можете посадить рядом с собой заказчика, прямо при нем набросать весь этот интерьер и сделать фотоистичное изображение. Очень быстро, прямо вот буквально моментально. То есть, один час посидев с заказчиком, можно решить все, абсолютно все вопросы. Определиться с цветом, например, так, мне не нравится этот диван, хоп, убрали, быстро сюда поставили другой. То есть, фишка заключается в том, что раньше-то все было слишком долго и мучительно. Сейчас вы все это можете собрать очень быстро. По нашей технологии все это собирается моментально. Ну и картинка, вы видите, да, выглядит, то есть, я считал ее прямо при вас. И выглядит она вполне себе фотоэлистично. Время рендера вы видите вот здесь вот, вот оно. Рендеринг тайм 6 минут 42 секунды. Вот вам, пожалуйста. Ну и вопрос, собственно говоря, в студию. Кому картинки вот такого качества подошли бы в портфолио? Вот кто бы хотел вот такие вот картинки, такого качества? Кому, в принципе, вот такого качества для портфолио будет более чем достаточно? То есть, если вы вот такую вот картинку интерьера сможете делать за 20 минут, ну максимум за час. Вот за час вы кладете в свое портфолио такую картинку. Кому бы хотелось так же? Поставьте много плюсиков. Кому хотелось бы так же, с такой же скоростью, быстро, за полчаса собирать вот такой вот интерьер. И за 5-6-10 минут делать такое вот изображение. Поставьте много плюсов, кому хотелось бы делать так же. Кому достаточно такого качества, чтобы положить себе в портфолио, чтобы наполнить портфолио быстро.